Здравствуйте, Анфиса Брео снова с вами на связи. И сейчас я беседую просто с легендарнейшей личностью Рунета, это Макс Хиггер. Конечно, этот человек не нуждается в представлении, каждый интернет-предприниматель знает его. Если, по крайней мере, не знает, то пользуется его сервисом Smart Responder. Вот мы сейчас встретились на острове Качанг в Таиланде, и я просто не могла с ним не встретиться, и не поговорить, и не задать пару вопросов. Макс, вот начнём с самого начала. Ты увлекаешься, я хотела просто немножко о тебе, чтобы люди тоже узнали. Ну, наверняка тоже многие знают, но вот расскажи моим читателям. Ты увлекаешься духовными практиками. Помимо того, что ты развиваешься как бизнесмен, ты развиваешься духовно. Расскажи немножко про это. Ну, во-первых, всем привет. Что касается моего духовного развития, у меня так получилось, что я с самого начала, как я занялся бизнесом, я уже занимался духовными практиками. И я постоянно говорю о том, что так как я развивался по двум направлениям одновременно, я и получил свои результаты. То есть я абсолютно уверен в том, что существует прямая связь между тем, насколько человек развивается внутренне, духовно, личностно, и между тем, какие результаты у него в жизни, в бизнесе, в отношениях, вообще во всех сферах. То есть существует прямая связь, и именно то, что я двигался параллельно, мне очень сильно помогало преодолевать какие-то внутренние ограничения, связанные с бизнесом, с деньгами, с какими-то проблемными моментами, которые присущи любому предпринимателю, становлению любого проекта. То есть так или иначе люди где-то линяются, так или иначе люди саботируют какие-то изменения, так или иначе люди не хотят открываться чему-то новому и держатся до последнего за старое. И вот чтобы проходить через эти моменты быстро, достаточно, ну, нельзя сказать легко, но легче, чем остальные, вот и применяются всевозможные техники, духовные техники. Это вопрос в том, как справляться с какими-то внутренними препятствиями, проблемами, достигая своей цели, своего лайфстайла, и, в общем, той гармонии, которой индивидуально стремится каждый человек по жизни. Так что, вот, если вкратце, то духовные практики и Макс Хиггер в бизнесе – это, в принципе, две стороны одной монеты. То есть это две разные грани одного и того же. И то, что я достиг в бизнесе, я обязан этому как раз только тому, что я постоянно духовно развивался, я постоянно обучался и я постоянно улучшал себя, то есть открывал в себе себя. Вот так вот. Здорово. Ну, ты так говоришь, какие-то проблемы. У меня такое ощущение, что смарт-респондер – это вот с самого начала был всегда очень успешный проект, очень яркий и, ну, просто он был обречён на успех. С самого начала. Неужели были какие-то проблемы? Ну, конечно. На самом деле всё было очень негладко. То есть в самом начале мы хорошо попали с Димой, мы с Макотиным это открывали вместе. Сколько лет назад это было? Это в 2001 началось, в 2002 уже запущен был проект, то есть 10 лет уже, считай. Вот. И получается, что когда идея была озвучена Дмитрием, и я её просто подметил, у меня было озарение, что вот это как раз та вещь, которой не хватает, сейчас её нужно сделать. Когда я сделал, мы очень хорошо попали, то есть это достаточно с самого начала успешно пошло. То есть мы в первом месяце заработали в 2002 году порядка полутора тысяч долларов, и это считается для начального проекта очень, ну, так, успешным. Но там это на самом деле оказался намного более сложный проект, чем можно было предположить. То есть здесь существует огромное количество препятствий и проблемы со спамом, нарастающие нагрузки, то, что постоянно приходят новые люди, надо всё больше почты отправлять. Существовали и личные всякие моменты, что хотелось там не только работать, но и отдыхать как-то, и надо было это всё совмещать, выстраивать свой лайфстайл так, чтобы разные сферы жизни были гармонизированы. И, конечно же, в самом начале меня бросало в крайности. То есть я мог периодами забивать на свой бизнес, он у меня там с проблемами работал, какие-то периоды я сильно брался за бизнес, у меня начал страдать там отдых, личная жизнь, там духовные практики. То есть, как и любого человека, меня вначале двигало по крайности, то есть я впадал в крайности, но постепенно, постепенно я вот так вот через бизнес, через духовные практики, через постоянное рост и обучение нашёл свою середину, то есть какой-то баланс внутренний, где я уделяю достаточное внимание разным сферам, и при том я каждую сферу довожу до состояния, когда она может, вот, например, когда бизнес может работать без меня. То есть вот сейчас ты… Автоматизировали, да? Не то, что автоматизировано, создан то, что и называется системой бизнеса. То есть вот по Киосаки бизнес – это как раз тогда начинается, когда ты можешь выходить за систему бизнеса, и система работает сама по себе. Это то, что классически по Киосаки называется бизнесом. А когда ты постоянно вовлечён в свой бизнес, это скорее предпринимательство, да. И вот стадия, когда я вышел из предпринимательства, перешёл в бизнес, она у меня где-то произошла года полтора-два назад. Вот так вот. Ну, ты делегировал какую-то работу, да? Да, то есть у меня офис, у меня персонал, и люди всё делают, и статистики даже без меня идут вверх. То есть я точечно-стратегически сейчас управляю, то есть формирую политику, какие-то вещи там, мониторю, да, а всё основное, все основные циклы без меня. Здорово, отлично. И это всего, получается, полтора года назад у тебя, да, произошло. Скажи, а вот у тебя потрясающе просто показатель. Письма доходят в 99%. Ну, это вообще очень большая проблема для e-mail рассылок, да, чтобы письма доходили до адресата, как бы всем, да, не в спам попадали, а именно в папку входящие. Как ты этого добился? Потому что я знаю, что вот в e-mail.ru часто вредничал на эту тему. Ну, смотри, в любой области существует огромное количество нюансов. И когда занимаешься чем-то давно, ты постигаешь эту область, ты постигаешь эти все тонкости, и это тебе именно тонкости открывают секреты эффективности в какой-то области. То есть то же самое в плане доставки рассылок. Здесь для того, чтобы прицельно точно доставлять, нужно просто знать, как это всё работает очень хорошо. То есть нужно знать, как составлять заголовки писем. Нужно знать, как договариваться с крупными игроками на рынке. То есть как выходить там из всяких чёрных списков, серых списков и так далее. То есть нужно знать, как анализировать статистики в этой области и доводить всё до идеального результата. Это всё непросто, конечно же. И именно поэтому я считаю, что за именно сервисами почтовых рассылок будущее. Вообще за СААС, системами, сервисами, за ними будущее. Потому что человек приходит, он может не разбираться во всех нюансах, ему надо просто отправить рассылку, чтобы она дошла всем. Ему проще заплатить один раз в месяц 10 евро, например, и быть уверенным, что профессионалы обеспечивают им полный комплекс качества, услуг, там, и тех, и тех, и тех, и тех, и тех. Вот это наша сильная сторона. То есть мы хорошо разбираемся в своей нише, мы гарантируем. Сейчас у нас на самом деле доставляемость приближается к 100%. То есть 99,2, 99,8, то есть как колеблется. Там зависит ещё от направлений разных. И за 10 лет мы научились это очень хорошо делать. Пожалуй, одним из лучших мы являемся в этой области в Рунете. Именно поэтому, когда к нам люди приходят, они получают гарантии. То есть гарантии в том числе, что их почта доходит, и даже если она не доходит, мы быстро выясняем, почему, и устраняем это. То есть и мы постоянно этим занимаемся. Если же человек пытается сам отправлять свои рассылки, например, вот есть всякие скрипты, mail, blogs, почтовый дятел и так далее, то фактически человек все эти нюансы, всю эту возню принимает на себя. Он один раз платит, он покупает это решение, но он потом начинает платить своим временем, нервами, проблемами и всё остальное, что у него там порядка 30% до 40% писем может вообще не доходить. И он даже может не видеть это. То есть эти скрипты, они показывают мониторинг доставляемости, только сколько реально попадает на... А мы всем этим занимаемся, у нас всё прозрачно, у нас видно, сколько уходит, сколько реально доставляется, сколько там не доставлено, сколько там мёртвых адресов. То есть часто очень какие-то подписчики забрасывают свои ящики, и они просто физически их не проверяют, этот адрес, он становится мёртвым. Либо бывает ситуация, что человек просто не проверяет почту, и почта переполняется. То есть тут тоже как бы... Тоже уже не доставляют. А бывает просто какие-то сервисы, из-за того, что человек давно не проверяет почту, закрывает ящик, и он не принимает почту. Когда человек отправляет скриптом, он просто этого не видит. А мы всё это показываем, чистим. Да, это колоссальная работа, конечно. Получается, это, кстати, мой был тоже вопрос, чем отличается скрипт от смарт-респондера. Потому что у меня очень многие клиенты, кому я настраиваю блоги, просят поставить форму подписки. И вот часто покупают на YouTube, чтобы установить. Ну вот помимо того, что это не доставляется, ещё же проблема технического характера. Правильно? Человек должен уметь этим управлять технически. Поставить, инсталлировать всё это на сервер, да. Всё это тоже непросто. Следить, да. Хорошо, Макс, про работу. Закончим мы сейчас на острове Качанг в Таиланде. Ты отдыхаешь здесь? Угу. Да? Ну, я приехал на VIP закрытую тусовку. Мастермайнд. Да, интернет-предпринимателей, которая называется Мастермайнд. То есть суть этого мероприятия в чём заключается? В том, что собираются именно успешные интернет-предприниматели, которые объединены определёнными взглядами общими на жизнь, на стиль, да, как отдыхать, как зарабатывать деньги. И вот в этой вот группе происходит общение. Мы делимся какими-то тонкостями, секретами. Мы просто весело отдыхаем вместе. Проводим отлично время. Вот в таких райских местах, как это, ну, вот, я не знаю, если получится показать какие-то вставочки, да, здесь просто роскошно. Пальмы, райские пляжи. Великолепная погода. Я улетал, было минус 15 с высокой влажностью. То есть вот так вот было. А здесь прилетаешь, и вот именно просто от того, что здесь тепло, хороший воздух, буддийская атмосфера Таиланда, вот прям сразу хорошо становится. То есть расслабляешься, приходишь в какой-то баланс. Ну, в общем, супер. И мы такие вот тусовки уже будем проводить каждые полгода. И вот, постоянно мы собираемся. И просто великолепно проводим время. Полезно, да, вот такие встречи? Полезно. Очень полезно. Отлично. Следующий где будет? Следующий будет на Канарских островах. Вот, это будет в Испании. И получается, это будет где-то конец лета. Ну, а сейчас ты отдохнул, возвращаешься домой с новыми идеями. Что-нибудь новое планируешь сделать с Мартиспондером? У меня есть планы, но они очень секретные. Со Мартиспондером не секрет этот раз. То есть мы сейчас заканчиваем новую статистику. Это очень важно для инфобизнеса, для интернет-бизнеса. Статистика, сколько подписчиков? По всему. То есть там будет видно, сколько писем отправляется, сколько доставляется, сколько кликнули, сколько открыли. Будут очень красивые графики, такие флеш-графики. Разноцветные будут. Возможность сравнивать разные письма по эффективности. Можно будет видеть мертвые сегменты своей аудитории. То есть давно известный факт, что вот если у вас там 10 тысяч подписчиков лист ваш, да, в вашей рассылке подписной, то этот лист, он всегда разбит на определенные группы. То есть есть активная аудитория, которая реально откликается быстро. Есть менее активная аудитория. И есть такие аудитории, как пассивные наблюдатели. То есть люди, которые просто за вами наблюдают и ничего не делают никогда. И есть люди, которые, ну вот просто мертвый баланс. И чем дольше подписной лист существует, тем больше этого мертвого баланса. И вот будут сейчас инструменты, чтобы эти вот сегменты видеть, да, и как-то с ними что-то делать. То есть либо просто оказываться от них, либо пытаться работать с ними как-то индивидуально. Очень много будет инструментов, связанных с сегментированием и именно всяких инструментов для интернет-маркетинга, для email-маркетинга. То есть сейчас такая фишка, что когда работаешь с рассылкой, все тщательнее надо прорабатывать разные сегменты аудитории. А для того, чтобы это делать, нужно просто видеть, как общую картину, да, что где происходит. Вот, так что мы вот в этом будем развиваться. Сейчас очень сильно, да. Много чего там будет. Сейчас будет ИСПИ-тестирование, то есть нужно будет отправлять, ну вот, сделать два типа письма, и просто они как бы, да, отправляются. Например, 50% получают одну версию, 50% другую. И ты видишь, какой эффективнее, и учитываешь это уже в следующий раз при рассылке. Много всего. И видеообразование сейчас будет мощно развиваться, то есть будут видеоуроки классно записываться. По-новому же, да? Да, будет еще введена сейчас лаборатория, у нас будет lab.smartresponder.ru, где мы будем с одной стороны показывать, что мы делаем сейчас, новые фишки, то есть и с другой стороны мы будем собирать обратную связь, что бы хотели люди сделать. То есть в чем нуждается аудитория, люди будут оставлять свои пожелания. Мы, если видим, что многие просят что-то, вот, то мы, значит, это приоритетно будем выбирать. Здорово. Ну, Макс, давай последний вопрос тогда. Да, скажи, вот, буквально в двух словах, что ты можешь посоветовать, когда вот новичок приходит в интернет-бизнес, конечно же, однозначно ему надо использовать сервис, а не скрипт. И вот в сервисе у тебя есть несколько вариантов, да, есть бесплатные, есть платные. Вот что для новичка подходит и как ему быстро запустить рассылку, может быть? Ну, если он только начинает, если он только начинает, конечно же, это бесплатный аккаунт, то есть у нас есть бесплатный аккаунт, мы убрали оттуда сейчас рекламу из письма, то есть там не размещается реклама больше. То есть человек, когда регистрирует бесплатный аккаунт, он разбирается, то есть он может потренироваться совершенно бесплатно, до тысячи, пока у него подписчиков нету. И он может набирать свою листью, 2000 подписчиков, отправлять до 50 тысяч писем в месяц. На бесплатном аккаунте. Это очень много. Это беспрецентное, беспрецентное, сложное слово. И получается, что такого нет в области email-маркетинга ни у кого. Да, да, да. На бесплатных аккаунтах. То есть никто не дает такие условия. И вот одна из фишек смарт-респондера – это мы всегда идем навстречу. То есть у нас самые оптимальные цены в соотношении с качеством и с нашими возможностями. У нас очень хорошие выгодные условия для бесплатников. И человек, когда приходит, он на бесплатном аккаунте может потренироваться. Он может набить свои первые шишки, навыки, набрать свою первую базу и уже начать зарабатывать какие-то деньги. Когда у него пошли первые деньги, он уже может постепенно, приближаясь к тысяче подписчиков, переходить уже на платный аккаунт. То есть исходная и была заложена такая идея, что человек постепенно растет и по мере роста он переходит уже с одного пакета на другой. То есть возникла потребность больше подписчиков применить, уже переход на платный. Логично, да. Но ограничения по письмам нету, да, в бесплатном аккаунте? Нет, ну 50 тысяч. Я имею в виду в рассылке автоматической? Нет, там тоже есть. Есть, да? Там, насколько я помню, 5 писем, а будет 7. Ну 7 этого уже достаточно, да. Отлично, Макс. Спасибо тебе большое за это интервью. Потрясающий человек, увлеченный своим бизнесом, увлеченный своим сервисом. И желаю тебе успехов в твоем развитии и дальше отдохнуть на острове Качанг. Спасибо. Пока. Пока. Конечно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok